Необычный, простой и быстрый в приготовлении десерт для любителей кофе. Итак, берем растворимый кофе, сахар, заливаем все холодной водой, хорошенько размешиваем, чтобы все растворилось. И будем теперь взбивать миксером смесь около 3 минут. Взбивать нужно будет до тех пор, пока жидкость не превратится в густой и стабильный крем. Этот кофейный крем считается очень простым, но вместе с тем и изысканным десертом. Впрочем, разный кофе даст вам абсолютно разный результат. Пробуйте и фантазируйте. Именно натуральный растворимый кофе способен при взбивании давать такую густую пену. Вот что у нас получилось. Теперь в другую емкость выливаем сливки, жирностью не меньше 20%. Будем взбивать миксером до получения густой массы. И уже в самом конце добавим немного сгущенного молока. Я очень люблю для этого рецепта использовать сгущенное молоко домашнего приготовления. Кстати, на моем канале есть очень простой и быстрый рецепт. Так что рекомендую посмотреть. Продолжаем все это взбивать до тех пор, пока масса не станет однородной и плотной. Но не переусердствуйте, чтобы у нас в итоге не получилось масло. Теперь перекладываем взбитые сливки в кофейный мусс. Еще можно добавить сюда любимые пряности. Корицу, имбирь или кардамон. Кто что любит. И аккуратно снизу вверх перемешиваем. Уже не взбивая. Делайте это не спеша, чтобы кофейная пена не осела. Вот так. В итоге у нас получается плотный устойчивый крем. Теперь перекладываем все это в кондитерский мешок и готовим для подачи. У нас в принципе все готово. Осталось красиво подать. Для этого я беру вот такие креманки. И в каждую из них буду добавлять измельченное галетное печенье. Без яркого вкуса. Если нет галетного, можно взять обычное бисквитное. В этот десерт еще можно добавить орешки или лепестки миндаля. Будет тоже очень вкусно. При помощи фигурной насадки выкладываю мусс на измельченное галетное печенье. Еще для украшения нам понадобится шоколад. Измельчаю его не слишком мелко, но и не крупно. Вот на такие кусочки. И теперь перед подачей готовый мусс украшаю крошкой из шоколада. Подавать такой десерт необходимо сразу после приготовления. Подачу можно сочетать как с теплым молоком, так и с мороженым. Десерт из кофейного мусса получается насыщенный по вкусу, сладкий, с характерной горчинкой, присущей крепкому кофе. Это очень вкусно, а главное готовится все очень просто и быстро. Так что рекомендую приготовить. А я уже с нетерпением жду вас в комментариях, как вам такой рецепт. Ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, если вы еще не со мной. И уже совсем скоро вас ждет что-то интересное. Пока-пока.